Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире Тигран Абрамян. Азербайджанский спецназ проявляет активность. Соединенные Штаты объявили о своем выходе из Совета ООН по правам человека. Правозащитники. Израиль должен прекратить играть в игры с армянским геноцидом. Сирия осуждает вторжение Турции и США в Манбидж. Военные операции Турции и Сирии не закончатся Манбиджем. Армения впервые примет участие на фестивале Folk Life. ВС Азербайджана с 12 апреля активизировались на переднем крае. Это проявляется в переброске и скоплении техники, активных инженерных работах, попытках повлиять на армянскую и арцахскую общественность, проведении пропаганды в различных направлениях. Об этом написал советник президента Арцаха Тигран Абрамян на своей странице в Facebook. Примерно неделю активность проявлялась в активных перестановках и скоплениях в предыдущую неделю. Уже два месяца на передовой проводятся активные инженерные работы. Есть сезонный фактор также, однако проводятся не только текущие работы. На этой неделе довольно активное подразделение специального назначения, отметил Абрамян. США выходит из Совета по правам человека ООН, СПЧ. Об этом сообщила постоянный представитель США при организации Объединенных Наций Ники Хейли. По словам Хейли, США готовы вновь стать членом СПЧ ООН, если он будет реформирован. Даже учитывая тот факт, что мы прекращаем наше членство в СПЧ, мы будем стараться укрепить всю структуру участия ООН в решении проблем с правами человека. И мы будем уверенно призывать к реформированию СПЧ. Если он будет реформирован, мы будем счастливы вновь стать его членом, сказала она. Напомним, ранее ООН призвала США перестать разлучать семьи нелегальных мигрантов, задержанных на южной границе страны. По данным организации, за последние шесть недель почти две тысячи детей насильно были разлучены со своими родителями. Пришло время, чтобы Израиль присоединился к другим государствам и принял геноцид армян. И этим шагом вновь подтвердит фундаментальные ценности, присущие Израилю, и укрепит международную коалицию против отрицания геноцида. Об этом в опубликованной статье писали в Хааретс, президент Европейского движения против расизма Бенджамин Аптон, известный французский юрист и историк Серж Класферт. Его жена Биттон и его сын Арно. По их мнению, правда о геноциде была принята многими историками во всем мире, в том числе активистами и турецкой интеллигенцией. Они подчеркивают, что геополитический альянс между Израилем и Турцией является основным элементом, который мешает Израилю принять армянский геноцид. Однако авторы призывают не обращать внимания на угрозы Турции, поскольку страна время от времени приостанавливает отношения, а потом все быстро восстанавливается, а контакты налаживаются. Таким образом, Израиль несет особую ответственность. Признание армянского геноцида не изменит прошлое, но оно поможет сформировать будущее и защитить его, если оно находится под угрозой, пишут авторы. Сирия решительно осуждает и отвергает вторжение вооруженных сил Турции и Соединенных Штатов Монбич, которое предоставлено как освобождение территории Сирии от чужих сил. Сирийская Арабская Республика сильно критикует и отвергает вторжение вооруженных сил, которое является продолжением агрессивной политики Турции и США в отношении автономии и территориальной целостности Сирии, сказано в заявлении Министерства иностранных дел Сирии. Источник добавляет, что сирийский народ и сирийская арабская армия, которая преуспела в борьбе с террористическими группами, более решительно освобождает всю территорию Сирии от присутствия иностранных сил и поддерживает единство и автономию Сирии. Источник отмечает, что Сирия призывает международное сообщество осудить агрессивное поведение США и Турции, которое грубо нарушает положение и принципы устава ООН. Премьер-министр Турции Бенали Илдырым сообщил, какой будет следующая цель официальной Анкары в Сирии. После Манбиджа. По словам премьер-министра Турции, следующей целью станут округи Кабани, Эль-Камышлы, Эль-Хасаки, которые также находятся под контролем курдов. Для того, чтобы положить конец терроризму, мы осуществили операцию «Щит Ефрата» и «Оливковая ветвь». Теперь мы в Манбидже с той же целью, сказал Илдырым. Президент Национального собрания Западной Армении Арменак Абрамян очень внимателен к сообщению премьер-министра Турции, но он также осведомлен об осуждении сирийского государства и сирийского народа, которые напоминают о нашествии турецкой армии на северную часть Сирии, тем самым постигая на суверенитет страны. В столице США, Вашингтоне, 27 июня начнется фестиваль фольклора «Фолклайф», проводимый Смитсоновским учреждением, на котором впервые примет участие Армения. Член Национальной академии наук Республики Армения, этнограф, координатор процесса участия Армении на фестивале «Фолклайф» Ливон Абрамян отметил, что присутствие президента на фестивале подчеркивает важность участия Армении. «Фолклайф не является обычным фестивалем выставки. Он наглядно представляет жизнь стран-участниц, ремесло, кухня и т.д. В этом году главным героем считается мастер, который и представит сегодняшнее ремесло, традиции и кухню, поддерживая связь с прошлым», отметил Ливон Абрамян. В рамках фестиваля будут представлены такие ремесла, как создание хачкаров, глиняных и деревянных изделий, а также ковров. Мастер на всем протяжении будет показывать, каким образом создаются хачкары, и на месте закончит свою работу. А на месте будут работать кузнецы, показывая самые интересные стороны данного мастерства. Следующее направление – это вышивка, которая будет представлена армянами сирийской общины. Основным компонентом программы является кухня. Во-первых, на месте будет тандыр. Пекари на всем протяжении покажут процесс приготовления лаваша и после угостят посетителей. «Будет представлена традиционная пахлава, армянские сырные нити, талма, сушеные фрукты, сладкий суджух, урожай и сладкое вино Армении», – сказал этнограф. Ливон Абрамян проинформировал, что также будет создана пещерная среда, где дети могут участвовать в рытье. В итоге дети найдут сувенирный макет самой старой обуви, которая была найдена в Армении. Все эти события будут сопровождаться армянскими песнями и танцами. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню «Инчу бенгелематар» в исполнении «Гора Махитаря». Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok